Здарова пупсики, меня зовут Алер Блэк, сегодня мы играем на Амазинку онлайн на сервере Йеллоу, сегодня у нас прям минутка интересных тачек, позади меня стоит Ламборгини Авинтадор, супер-пупер заряженный в самом последнем жирном обвесе. Посмотрим как эта машина ведет себя на дороге, посмотрим какая у него максималка, какой у него разгон, поэтому присаживайтесь поудобней, мы начинаем. Ну че пацаки, само собой начнем с внешнего вида, и эта тачка просто так бомбезно выглядит, вы просто взгляните на этот цвет, это суперский цвет, этот цвет мне очень нравится, здесь все подобрано абсолютно со вкусом, и неончик, и цвет корпуса, и плюс ко всему именно вот этот обвес, который мы с вами конечно же позже посмотрим, он здесь абсолютно хорошо сочетается, потому что все черные линии отделяют неон от самого корпуса, и тогда все это выглядит еще круче. У нас здесь установлены именные номера джеска, ну и само собой здесь установлен третий чип и нитро, ну а перед тем как мы с вами посмотрим корпус, я вам предлагаю скачать по ссылке в описании лаунчера мазинга, зарегать своего персонажа на любом из шести серверов, ввести мой промокод долер, и получить за него до 300 тысяч рублей, а также x2 boost на аккаунт, если вы хотите иметь такую же тачку, залетайте на сервер Йеллоу, я вас жду. Ну а теперь давайте взглянем на корпус. Владелец Джесса Мейлисон, спасибо ей за предоставленную тачку, модель авто Lamborghini Aventador, целка 90%, госка 25 миллионов рублей, количество владельцев 1, госномер Джесска, улучшение двигателя, стейдж 3, сигналка, антирадар, аудио, страбы, нитро, неон, все это конечно же установлено, бензобак 90 литров, плюс дополнительный 45, и того у нас бак 135 литров. Ну и как вы поняли, пацанят, а у Джесса со вкусом вообще никаких проблем нет. В принципе про машину мы с вами много чего узнали, давайте теперь заведем двигатель наш прекрасный, будем аккуратненько стартовать. Машина очень мощная, у меня эта машина была, она у меня была на первом чипе нитро, она ехала настолько хорошо, что я просто кайфовал с нее. Сегодня же у нас третий чипы нитро, посмотрим как эта машина будет себя вести, я если честно боюсь нажимать на нитро, потому что это просто какое-то безумие, вы посмотрите, она просто срывается с места, вот как вести себя на этой машине. Конечно же надо летать, поэтому зажимаем нитро, летим на все повороты, и присутствует на самом деле такое ощущение, что управление здесь или меняли, или что-то с ним случилось, потому что вот когда у меня была эта машина, она рулилась намного круче, я не знаю с чем это связано. Ну че пацаки, прибыли с вами на наше нужное место, где сейчас будем замерять максималку разгон с нитро и без нитро этого Авинтадора, у меня под рукой находится секундомер, вы на экране будете видеть самое точное время. Поэтому на счет 3, 1, 2, погнали, замеряем без нитро, и это просто какое-то сумасшествие, это третий чип, и мощь здесь конечно очень крупная, стоп, это 352 км в час и 7 секунд. Очень хороший результат, потому что 352 км в час, 352, не 152, не 252, 352 км в час, эти цифры просто сумасшедшие. Но у нас есть нитро, и посмотрим как эта машина будет разгоняться на нитро. Теперь же зажимаем наше нитро, и на счет 3, 1, 2, погнали. Разгон просто дикий, это супер дикий разгон, стоп, и это 4 секунды пацанята. Как я и предполагал, эта машина чуть-чуть дольше разгоняется на третьем чипе, оно и понятно, все-таки максималка очень сильно возрастает. Скорее всего управление здесь страдает из-за того, что максималка слишком большая, 352 км в час, это действительно очень много в рамках Амазинга. И соответственно управление на большой скорости становится немножко похуже, и это в целом нормальная ситуация. Сейчас же мы с вами отправляемся в тюнинг-центр, посмотрим, что у него по обвесам, а дальше тест управления, погнали. Ну что пацаки, залетели с вами в тюнинг-центр, и что нас здесь встречает? Тюнинг-комплекты. У нас есть два тюнинг-комплекта, есть первый за 9600, здесь установлен второй за 12800. Вы можете представить, тюнинг-комплект стоит 12 миллионов 800 тысяч. За эти деньги можно пойти и купить Ешку. Ну и тем не менее, давайте взглянем, как выглядит комплект номер один за 9600. Раз, два, балл. Это что такое? Когда есть вот этот тюнинг-комплект, первый абсолютно не смотрится. Здесь становится черная крыша, черные пороги, черные бампера, крылья, вот это вот все, это не то. Я почему-то эту машину вот в таком состоянии не воспринимаю. А вот в таком состоянии эта тачка просто абсолютно пушечная. Вот посмотрите, как выглядит жопа на этом обвесе, и какая она здесь. Но это просто разные тачки, господи, это просто разные машины. Но ценники-пацаки опять же кусаются, поэтому с вами выкатились. И отправляемся на последнее испытание, и это тест управления. Погнали! Мы с вами прибыли на наше нужное место. У нас по классике есть точка А, есть точка Б. Нужно добраться до точки Б максимально быстро и невредимо. Сегодня у нас Lamborghini Aventador, которая забагалась после тюнинг-центра, и у нее нитро теперь вылазит как в стоковом состоянии. У меня под рукой по классике находится секундомер. Вы на экране будете видеть самое точное время. Поэтому на счет 3, 1, 2, погнали! Насколько я помню, когда у меня был этот автомобиль на нитро и на первом чипе, он приехал то ли за 20 секунд, то ли за 21. Сейчас я не знаю, какая будет ситуация, потому что я отвык от таких машин. Но она слишком быстрая. И тут реагировать нужно соответствующе. Тормоза здесь очень хорошие. Стоп! Да, действительно, это 21 секунда. Третий чип здесь никак не зарешал, и эта машина приехала за 21 секунду. И получается, управление здесь никак не поменялось. Всего лишь установлен третий чип, который немножко его ухудшает в силу того, что машина едет еще быстрее. Поэтому управление здесь супер пушечное. И 21 секунда говорит сама за себя. Машина выглядит абсолютно потрясающе. Здесь сочетается абсолютно все. И обвес, и цвет, и неон. Машина собрана одним человеком. Пробег у нее 2500 километров. И собрана она, конечно же, со вкусом. Поэтому, пацаки, мне же про эту машиночку абсолютно больше сказать нечего. Машина абсолютно достойная. Вы же, пацаки, обязательно пишите в комментарии, что вы думаете насчет этой ламбочки. Пишите, какую машину я могу взять для вас на следующий обзор. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому ролику. У меня же на этом все. Всем спасибо за просмотр. Удачи!